В администрации Самары состоялось заседание трехсторонней комиссии. Глава города Елена Лапушкина и руководители профильных департаментов обсудили с представителями общественных организаций предстоящее изменение тарифов в общественном транспорте. По словам перевозчиков, себестоимость перевозки пассажиров общественным транспортом в последнее время существенно увеличилась. Среди факторов, влияющих на это, рост стоимости запасных частей, ГСМ и электроэнергии. При этом последнее изменение стоимости проезда было почти два года назад. Ежегодно на 200 миллионов увеличиваем вложение средств в транспортную отрасль. И это помимо того, что закуплено 50 новых автобусов, 12 трамвайных вагонов, электробус. Капитально отремонтировано 32 вагона в метрополитене. Последнее повышение стоимости было у нас два года назад, и мы выдержали то обещание, которое давали два года назад. Но за это время вы видите, какие изменения произошли. За 2022 год инфляция составила 12%, за 2023 год инфляция по прогнозам составит 6%. То есть вот за это время уровень проезда остался тот же самый. Вместе с тем изменения тарифов помогут индексировать заработные платы работникам транспортной отрасли, в которой сейчас наблюдается нехватка кадров, а это в свою очередь сказывается на регулярности работы общественного транспорта. Конечно, заработная плата, например, в ТТУ повышалась только в мае прошлого года. Это большой срок. И при встрече с коллективами это звучит в первую очередь. Если повышение проезда на транспорте будет, конечно, способствовать увеличению как заработной платы, так и социального партнерства, конечно, я за повышение такого. Участники трехсторонней комиссии поддержали изменения тарифов. Действительно, ситуация в отрасли обстоит таким образом, что, наверное, сегодня это вынужденная мера, и в какой-то мере это решение принимать необходимо. Понятно дело, что никому такое решение не нравится, но не признавать определенные факты совершенно точно невозможно. Предполагается, что стоимость одной поездки в общественном транспорте изменится на 3 рубля для всех жителей, а для студентов и школьников на 1 рубль 60 копеек. При этом по социальной карте и по карте жителей Самарской области тариф останется прежним, повышения не будет. Социальной картой пользуются пенсионеры, а это порядка 40% всех пассажиров. Кроме того, до 31 декабря продолжает действовать скидка по банковским картам российской национальной платежной системы. Для этого нужно установить соответствующее приложение на телефон. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.